приветствую тебя мой друг на своем канале сегодня расскажу про зарплату в армии если говорить военным термином то про денежное довольствие рассказ коснется срочников и отчасти думаю контрактников вот зарплата срочника денежное довольствие в армии составляет 2000 рублей у солдат внутренней службы это мвд одна тысяча рублей не знаю есть ли сейчас так но когда я призывался это был призыв 15 16 года призывался в ноябре 15 у обычных срочников 2000 рублей у срочников внутренней службы мвд одна тысяча рублей почему у них меньше абсолютно не знаю вот зарплата перечисляется тебе с 10 по 11 по 10 по 11 число каждого нового месяца например с 10 по 11 марта ночью приходит зарплата у нас еще такая разница была зарплата перечисляется по московскому времени у нас была разница с москвой плюс 7 поэтому мы получали 11 у кого-то может быть уже будет приходить 10 кто находится в центральной части в европейской части россии военкомате тебе выдадут вот такую карту зеленого цвета в тб 24 армейский банк банк путина говорят вот здесь сразу вам нужно будет затереть три последние цифры я уже говорил об этом в ролике про воровство можете глянуть его на моем канале и сейчас скажу об этом здесь если у вас карту украдут либо вы ее потеряете с помощью этих трех цифр которые сзади на оборотной стороне карты похититель может расплатиться ей в интернете без вашего пин-кода просто узнав это и три карты и номер карты и все конечно зарплата в армии вызывает восторг вызывает чувство какой-то надежды потому что ее все ждут на самом деле конечно две тысячи рублей это мало у нас еще на дальнем востоке такие цены были как бы вот ну который кусаются вот и в основном конечно в армии деньги уходят на сигареты на сладкое потому что в армии неимоверно хочется сладкого на граждан я сладко ел по минимуму очень по минимуму за завтраком я мог там съесть к примеру одну вафлю до пару печеней и все тут я мог съесть килограмм вафель пачку пряников и так далее потому что они просыпается неимоверный голод к сладкому ну по всей видимости потому что организм получает пресную однообразную по вкусу пищу в течение длительного периода времени поэтому хочется как-то ее разнообразить сигареты вот какие-то сладости ну и конечно же не стоит забывать про бытовые моменты пена для бритья станки для бритья лосьон там не знаю после бритья шампунь мыло где-то можно купить себе гражданские носки это конечно нельзя но можно купить носить где-то порвались перчатки казенные которые ты выбросил нужно купить новые перчатки поэтому применение деньгам в армии найдется тем более сумма небольшая мне даже периодически приходилось просить у родителей там что вы перевели тысячу вторую для какого-то существования чтобы что-то себе купить также можете взять собой из дома либо потом заказать по почте карточку кто-то брал из дома пацаны заказывали там со мной которые были земляки служили из дома карточку сбербанковскую им приходило в обычном конверте по почте для того чтобы это было армейское чисто денежное удовольствие сюда поступает на ту карточку перечисления от родных и близких вот такой момент естественно сумма маленькая но в то же время если прикинуть да сколько военных по россии срочников то в общем в общем общая сумма получается большая да зарплата контрактников не знаю никогда об этом не думал хотя потом по увольнению меня звали от отучиться ей на офицера то есть у меня есть высшее образование можно было там пройти обучение двух трехмесячное в хабаровске да и уже получить звание офицера лейтенант я отказался от этой идеи вот хотя на дальнем востоке еще плавит дальневосточный и так далее зарплата контрактника небольшая в моей роте были контрактники которые получали по 16 17 тысяч то что во всяких там рекламных буклетах пишет от 35 в этом не верьте в этом не верьте для того чтобы получать хорошую зарплату тебе нужна определенная должность хорошая высокая должность звание и так далее выслуга лет вот это может быть и будет составлять там 30 35 40 тысяч а то и более но никак молодой контрактник который подписал там и по истечении полугода службы стал контрактником получает на 30 40 50 тысяч нет такого нет получали пацаны контрактники по 17 по 18 по 20 тысяч может быть если какие-то премиальные приходят поэтому на это не ведитесь что в буклетах в буклетах могут написать все это реклама она для этого действует для заманухи а так если действительно хочешь связать свою жизнь с контрактной службы с военной службы я думаю стоит потому что субсидии квартиры дотации и так далее ну конечно на вопрос перевода могут перекидывать там тебя рано выходишь на пенсию опять же плюс но вот этот момент то что тебя постоянно переводят постоянный стресс ненормированный рабочий день я сделал видео про контрактников сделаю там видео плюсы-минусы срочной службы плюс-минусы контрактной службы так далее а вот возвращаясь к вопросу про зарплату две тысячи рублей зеленая вот и большая карточка сзади за 3 3 цифры чтобы если у вас карточку украли либо вы ее потеряли а кто-то ее нашел не оплатили покупки в интернете также ребята заведите логин это для того чтобы не звонить а просто беспалевно набрал команду набрал свой логин посмотрел свой баланс посмотрел пришла тебе зарплата или нет я делал так у меня не стояло смс оповещения о приходе денежных средств либо расходе поэтому я создал логин это удобно позвоните вас соединять скажешь я нахожусь в армии хочу создать логин также можно получать свыше двух тысяч если у тебя есть лычки то есть звание если ты опять же стоишь на соответствующей должности я за 4 месяца до окончания службы получил звание младший сержант я не стал по этому поводу заморачиваться звонить в банк делать перерасчет по моему по моему обычная зарплата 2 это точно да а вот у кого есть звание 2 300 или 2 400 в общем там 300 400 рублей плюсом можно было конечно сделать перерасчет там за четыре месяца и получилось либо 1200 до если по 300 рублей если по 400 1600 я не стал по этому поводу заморачиваться у меня уже были мысли о другом мне уж нам оставалось четыре месяца до дому да поэтому как-то вот не особо я вдавался в подробности да и сумма чуть 1600 ну деньги конечно но заморочки там можете на документы предоставлять короче там записи из военного билета то что тебе при свое название это заморочка в общем а зарплата две штуки у ментов кто мвд внутренние войска тысячи рублей не знаю есть такое или нет если знаешь напиши об этом также друзья подписывайтесь на мой канал смотрите мои новые ролики об армии пока пока